Расскажите нам о своем предприятии, когда оно начало свою работу и какова его структура. Наше предприятие создано 1 июля 2022 года указом главы временной администрации Харьковской области освобожденных районов Анчева Италия Константиновича. Штат сотрудников на данный момент составляет всего более 5000 человек, но на 1 июля выведено 30% всего, это 1800 человек с учетом того, чтобы эти люди могли обеспечивать перевозочный процесс. Расскажите, с чем приходится работать, сильные ли повреждения в результате обстрелов со стороны Украины? Да, во время начала специальной военной операции наши предприятия и предприятия производственных предприятий пострадали очень сильно. В частности, были взорваны мосты железнодорожные, были взорваны пути на станции, куплены сортировочные или на линейных станциях, повреждена инфраструктура, хозяйство электроснабжения, контактный провод, плюс устройство сигнализации связи, которые необходимы для осуществления перевозочного процесса. Есть ли какие-то планы по восстановлению? Может быть, поддержка со стороны России поступает? Восстанавливаем и сделано очень большой объем работы. Сейчас, на данный момент, мы восстановили движение практически по трем полностью участкам. Это Купянск-Тополе в сторону Валуеки, Купянск-Сватово в сторону Луганска, в сторону Святогорска, в направлении Красный Лиман Донецкой Народной Республики. И частично восстановили сообщение в сторону Харькова. Пока мы, к сожалению, не сможем запустить пассажирское движение. И опять же, повторюсь, что не по нашей вине это, но я думаю, в это скоро мы сделаем. А на данном этапе стоит вопрос номер один по вывозу сельскохозяйственной продукции. Ну, в первую очередь, конечно, зерно, которое осталось еще с прошлого урожая и по информации больших количеств. Будем осуществлять перевозки, обслуживать клиентов подъездных путей и ввозить это все в сторону Российской Федерации. Можно еще несколько слов об интеграции с Российской Федерацией? Какая помощь оказывается? Достигнута договоренность с Российской Федерацией, именно с АОСЖД, о поставке нам необходимого количества подвижного состава, то есть вагонов для перевозки зерна. Чем сейчас Ваше предприятие будет заниматься? Основная задача. Заниматься будем вывозом сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, ну и других потребностей наших, так сказать, клиентов, которые подвижных путей, ветви владельцев, которые будут нас заинтересованы. Продолжение следует...